открытый диалог с александром непомнящим еще раз добрый день уважаемые дамы и господа открытый диалог с александром непомнящим здравствуйте александр добрый день сергей здрасте наши замечательные радиослушатели видеосмотрители все остальные кто увидит смотрит нас в интернете в сети и еще как угодно и конечно у нас такая череда праздников началась вчера американцы праздновали замечательный праздник благодарения день благодарения рад что еще пока не запретили этот безусловно российский и супремассийский праздник на территории сша ну а тем кто празднует и день благодарения и хануку собственно у них получается просто целое меню потому что вчера не ели индейку а к воскресенье уже латки с пончиками ждут десерт так сказать так что всех с праздниками и конечно в скором времени и новый год который мы тоже конечно будем праздновать и поздравлять наших слушателей праздники это замечательно хорошие праздники оба и день благодарения ханука замечательные светлые праздники но в мире тем не менее мы вы мы вынуждены говорить о вещах которые не очень радуют и в частности похоже сша утрачивает на непохожем уже скорее всего утрачивает лидерство мировое в пользу скажем китая и россии вот об этом если можно до сергей увы но в последние недели собственно вот сообщение последних последнего времени они показывают и в общем демонстрирует то что вы сказали и это становится все более и более очевидно семянные штаты америки неумолимо утрачивают статус самый могущественный сверхдержавы которые не обрели после окончания холодной войны и безусловно стратегические последствия этой ситуации кажутся столь же масштабными сколь и катастрофичными как для самой медики так и для ее союзников и на самом деле по большому счету для всего всего всей земли всего человечества и я бы хотел действительно становится на этом поподробнее и сегодняшний вот этот материал который я подготовил и который о котором хотел бы поговорить он строится на статье публицистки израильской американского происхождения каролины книги я очень советую нашим читателям и слушателям которые читают на английском языке следить за ее публикациями ну а на русском языке и его можно читать в общем спорт переводе который я готовлю для издания еврейский мир и на мой взгляд ее видение ситуации в израиле в америке наиболее трезво отражает нашу действительность пусть даже не совсем не так оптимистично как нам бы может быть хотелось положение стран мировой иерархии она ведь основана на двух вещах на возможностях этой страны и на авторитете вот возможности америки по сравнению с ее главными конкурентами они в последнее время серьезно сократились это же произошло с ее авторитетом об этом совершенно мы говорили последнее время очень часто на протяжении целого поколения лидеры сша избегали размещать оружие в космос но пока они поздравляли друг друга за свою сдержанность похлопывали по плечу и говорили о том какие они миролюбцы китай россия превратили космос свой фактически военный полигон в середине ноября россия запустила в космос ракету класса земля-воздух уничтожившую устаревший российский спутник шпион космос находившийся в опасной близости от международной космической станции спутник был взорван разлетелся на полторы тысячи частей каждый из которых в общем то было достаточно достаточно большой чтоб поставить под угрозу космическую станцию 8 астронавтов включая к слову двух россиян но нас ответила на все это довольно блеклым осуждение но все это подводит нас китай и в том что противоспутниковая программа и косметика программа космического оружия китая на куда шире российской это есть ракеты способны уничтожать спутники как улы что испытывали россияне сейчас а также лазерные технологии технологии создания помех способны блокировать спутниковую связь а в прошлом месяце китай значительно повысил свои возможности космические запустив ракету шиньцзянь 21 фактически речь идет о спутнике с роботизированным манипулятором и этот спутник как утверждают китайцы будет отрабатывать технологию по удалению космического мусора но вот генерал ввс сша джеймс диккенсон предложил совершенно иной куда более правдоподобное объяснение этим экспериментом китайцев которые они сейчас начали в космосе выступая перед конгрессом еще в апреле кстати викинс он заметил что космическая технология вот этих самых роботизированных манипуляторов то есть таких как бы щупов который спутник может выставлять наружу с помощью них что-то делать он может быть использована и в будущей системе для борьбы с другими спутниками то есть по сути дела космический мусор которым говорит китай это американские спутники и понятно что успешная атака на спутники сша просто парализует американские вооруженные силы впрочем и силы союзник что мы знаем например что последние самые знаменитые самолеты невидимки они же не работают автономно не работают фактически по грубо говоря по gps у которой запускается со спутников если спутники парализованы то в общем в значительной мере вот эти самые знаменитые американские самолеты невидимки последний они превращаются в беспомощную воду металл но и понятно что в зависимости от того насколько сильно американские спутники окажутся повреждены после такой атаки подобный удар сможет нанести сокрушительный удар не только по военным возможностям сша и по экономике сша как прочим и большей части мировой экономики в интервью данном в прошлые выходные на форуме по безопасности который состоялся в канадском галифакси заместитель командующего космическим командованием сша генерал дэвид томпсон обсудил реакцию сша на агрессивные действия китая и россии против американских спутников то есть все эти сбивания спутников с земли запуск спутников которые как бы пожирают другие спутники уничтожают и сжигают уже там томпсон сказал что космическое командование сосредоточено на укреплении архитектуры спутников сша идея сосредоточить том чтобы значительно увеличить количество спутников и рассосредоточить их одновременно изменив способ их связи друг с другом и землей и таким образом уменьшить угрозу которые на земле или космические атаки против них могут представлять для сша их союзников знаете такое всех не перевешиваете то есть у нас будет много много спутников они там будут летать связаны между собой уничтожили десяток другой а у нас еще куча осталось то проблема в том что все это стоит большевики и не ясно есть ли у америки сейчас необходимые для этого средства а также самое главное сколько времени потребуется для создания вот такой вот необходимой защиты при этом томсон он прямо не обсуждал наступательные возможности сша как бы соответствующие китайским или российским и не говорил о том обладают ли американцы возможностями поражать американские российские или китайские спутники но он отметил что уничтожение спутников ракетами класса землевоздух то есть ракетами запускать ракеты космос земли довольно простая задача которая может лишить любой государства обладающей баллистической ракетами да это право эксперт по ракетным технологиям доктор стивен брайан вот как раз в интервью которое обрала у него каролина глид недавно отметил что сша способны запускать собственные спутники которые уничтожают вражеские спутники но на сегодняшний день и того не проявляет к этому никакого интереса то есть технологии такие конечно в америке есть но они не приведены как бы в реальность не воплощены и понятно что от идеи скажем даже очень разработаны идеи чертежей технологии те кто занимаются хай-теком прекрасно понимать до реального продукта может занимать достаточно большое время тот факт что россия и китай обладают способностью уничтожать и саботировать американские спутниковые системы был бы достаточно плохо сам по себе даже если это был бы единственный аспект милитаризации космоса двумя этими державами но это ведь не единственная даже не самая большая угроза с которой сша сейчас сталкиваются из-за превращения их противниками космоса в арену будущих военных столкновений угроза гиперзвуковых ракет она судя по мнению экспертов является намного больше гиперзвуковые ракеты это ракеты которые движутся со скоростью примерно в 5-20 раз превышающих скорость звука то есть 5 махов 20 махов и по словам заместитель начальника объединенного комитета начальника штабов сша генерала джона хантин за последние пять лет китайцы провели сотни испытаний гиперзвуковых ракет в то время как сша провели только 9 основная опасность исходящая гиперзвуковых ракет заключается в том что в общем это управляемые ракеты они управляются на всем протяжении времени от запуска до попадания в цель поэтому они могут менять направление во время полета и благодаря своей высокой скорости гиперзвуковые ракеты очень трудно обнаружить современными следствами и вот как утверждают специалисты перехватить их невозможно теоретически возможно перехватить на сегодня таких систем ракет перехватчиков для гиперзвуковых ракет не существует прошлом месяце финансов таймс сообщила что летом китай запустил гиперзвуковую ракету которая успешно облетела землю прежде чем поразила намеченную цель и сообщается что американцы были ошеломлены китайским экспериментом до сих пор США считали что китайцам остается еще несколько лет до подобных возможностей но вот оказалось что это не так мы понимаем конечно китайцы большие артисты они могли конечно что-то там скомбинировать и на самом деле таких возможностей нет они просто скажем разыграли это представление для американцев но я думаю что пентагоне сейчас не могут позволить себе надеяться что это был просто розыгрыш и они понимают что вот судя по всему действительно у китая есть возможности которых в америке сейчас по сути дела валют нет россияне впервые представили гиперзвуковые ракеты 18 году и с тех пор они разработали и развернули такие ракеты наземного воздушного морского и космического базирования на прошлой неделе кстати хайтон предупредил что китайская система гиперзвуковых ракет она выглядит как система первого удара то есть она может лечь в основу внезапного ядерного нападения китая на сша по сути дела как буки то есть такая возможность нанести превентивный удар удержать который америка не сможет ранее в этом году сша и израиль заключили соглашение о совместной разработке программы противоракетной обороны arrow 4 4 стрела 4 и программу это будет осуществлять израильская компания аэрокосмической промышленности и знаменитый локит мартин одна из целей этой программы разработать систему защиты от гиперзвуковых ракет до ничего все очевидно но понятно что поскольку на ближнем востоке державы с гиперзвуковыми возможностями нет у израиля нет таких ракет и урана нет уж конечно всяких наших там соседей таких вещей нету цели программа row 4 вполне очевидно речь идет о том что сша впервые в истории работает с израилем над разработкой технологий который будет в первую очередь защищать сша знаете то есть до сих пор сша говорили израилю вот возьмите денег у вас там хорошие ребята сидят умные пусть они разрабатывают разрабатывают какие-нибудь системы от обычных ракет от полистических ракетов таких от всяких зритяне это делали мы знаем вот например железный купол очень успешные системы они как бы оказываются в итоге не такие дорогие как можно было предложить и очень эффективные и дальше уже можно делать из этого бизнеса продавать туда-сюда и веками но мы тоже себе прикупим а теперь ситуация совершенно иная теперь выясняется что в общем-то в америка обезоружена голая осталась перед российской и китайской угрозы гиперзвуковых ракет и вот теперь все надежды что в израиле вместе с локи мартин успеют сделать в ближайшие годы что то что позволит как бы защититься на форуме в галифаксе томсом признал что в настоящее время в сша нет гиперзвуковых пакет хотя армия флота авиации разрабатывают гиперзвуковые системы он заметил что сша потребуется в годы чтобы достичь тех возможностей которые уже есть в россии и китая но мы на самом деле точно не знаем что есть у россии и китая потому что понятно что иногда страны показывают что-то чего на самом деле них нет но тем не менее если исходить из как бы из худшего варианта туда у россии и китай уже есть гиперзвуковые ракеты это уже не опытные образцы это реальное оружие у америке такого оружия показалось что другими словами в течение следующих нескольких лет россия китай получат стратегическое преимущество над сша которым они никогда не обладали и это действительно нечто совершенно новое это новое даже по сравнению с окончанием холодной войны то есть 30 лет недавность по сути дела речь идет о том чего не было наверное вот с тех пор когда у сша уже появилась ядерная бомба но китай вообще тогда как бы был в счет а советского союза при помощи нет это то что возможно изменила как бы повлияло на ход все мировой истории мы понимаем что было в конце второй мировой войны смогу пойти совершенно иначе но вот теперь ситуация обратно киберзвуковые ракеты россии и китая сочетании с их противоспутников возможностям и серьезности намерений да то есть это россия китая не сидят добрые ребята типа швейцарцев которые только за мир и за дружбу во всем мире все это делает сша гораздо более уязвимыми для иностранных нападений чем это было со временем второй мировой войны по сути дела мы откатились почти на 80 лет назад и все это было бы гораздо менее обескураживающее если бы сша демонстрировали серьезность намерений в отношении своих союзников или врагу то есть если бы сша по крайней мере окей да у нас нет таких систем у нас много другого оружия и мы серьезные люди мы ковбои да и мы первые начинаем стрелять и не надо нас трогать потому что вам будет дороже но все обстоит ровно наоборот хотя на спросили представляете китайское испытание гиперзвуковой ракеты новый так называемый момент спутника что такое момент спутника те наши слушатели которые в общем застали пятьдесят седьмой год они помнят что когда советский союз вывел на орбиту спутник и с этим году и стал первой страной в космосе что в америке была паник в америке тогда осознали что как бы у советского союза есть технологии которых нет американцев американцы поднатужились и мы помним очень быстро сократили этот разрыв и как бы практически не замечен он прошел потому что в общем американская индустрия ну тогда отменялась хай-тек она все четко соорганизовалась и америка ликвидировала свое отставание в космическом освоении космоса и вот хоть на спросили как бы этот вот этот такой момент из момент спутника сейчас америка поднатужится и мгновенно закроет этот самый разрез технологический ведь тогда паника стимулировал массовые инвестиции в развитие технологии в сша ведь это все функция на самом деле денег государстве окей выделяет деньги появляется огромное количество конкурирующих структур и в итоге все это сводится сходится потому что американцы создают то чего у них раньше нет а теперь ответы хай-тена был очень поучительный как и спутник сказал хай-тен с технологической точки зрения это довольно впечатляюще имеется виду спутник вот тот спутник первый спутник 57 года он его даже называется спутник до русским названием но тот спутник вызвал соединенных штатах ощущение срочности ощущение необходимости действовать немедленно а нынешнее китайское испытание которое прошло летом не вызвало ощущение срочности на мире и при этом заметил хай-тен я считаю что это вероятно должно было вызвать ощущение срочности понимаете он военный и он у него голова не забита марксизмом билемом всякой другой мусор друг другим мусором и он говорит то что есть когда китайцы провели этот свой эксперимент и показали нам что они умеют делать где-то звуковыми ракетами и еще из спутниками которые уничтожают другие спутники мы должны были одна тоже инвестировать в наши военные промышленный комплекс и это отставание свое сократить но этого не происходит потому что мы понимаем об этом любу об этом ли голова болит у администрации байт что там в голове у байдена вообще никто не знает а кроме возможно врачей специалистов ну а вокруг него люди которые конечно заняты чем угодно но не стратегическими вопросами сохранения американского приоритета это совсем полезки и в итоге получается что космос не единственное место где сша скажем так пожимают плечами в ответ на нарастающие угрозы вот как бы пример гораздо меньшего масштаба нам они все время говорим потому что он для нас да и затем очень актуально это иран и его ядерная программа понятно что в то время как сша пока отстают от китай и россии по оружию космического базирования они конечно значительно все равно опережают иран по всем видам вооружений то есть несопоставимы мощности ирана сегодняшние и мощности сша но по мере того как иран лчится к ядерной финишной черте как бы сша могли бы довольно легко помешать ему стать ядерной державой но теперь уже не враги сша не союзники сша не верят что америка готова это сделать вообще готова это сделать не то что не может может но не хочет в преддверии возобновления непрямых переговоров по ядерной программе с ираном звеньям следующей неделе администрация сша предприняла некоторые шаги чтобы укрепить доверие как бы она так думал доверие к себе со стороны союзник и вот министр обороны лойд остин побывал в израиле стран персидского залива и заявил что сша не бросают страны персидского залива израиль да конечно его слова чего-то стоит после афганистана и вот центральное командование сша провела впервые такие совместные учения ввс которых участвовал и израиль и эмираты и бахрейн это действительно было очень широко представлено на даже какие времена наступили израильтяне и арабские страны вместе под них общих военных учениях и американские битва пролетели над израилем совраждении израильских 15 все замечали и все эти шаги освещались невероятным энтузиазмом но кроме самых доверчивых потребителей новостного потока их никто всерьез больше не воспринимает все эти вот бравурные редакции и по двум причинам основной во первых цель переговора в вене убедить новых фанатичных лидеров ирана согласиться с временными и быстро стекающими сказать кстати слову ограничениями наложенными ядерной сделкой 15 года на их ядерную активность в обмен на массовый приток наличных средств за счет снятия санкций сша понимаете им их уговаривают чтобы они ненадолго отказались от продвижения своей ядерной программы за то что им передадут огромные деньги то есть одна вещь с их стороны с их стороны это что-то очень обратимое сейчас отказали завтра уже раздумали отказаться а вот когда не передает миллиарды долларов это вещь необратимо их отдаешь ты обратно уже не получишь если ран согласится на сделку он все равно преодолеет ядерный порог в относительно короткие сроки тыс даже если он будет соблюдать эту сделку не то что никогда не будет соблюдал но даже если у меня будет соблюдать то очень скоро в соответствии с этой сделкой совершенно легитимно как бы по закону он станет обладателем он как мы говорили перейдет ядерный порог то есть он станет страну которая в любой момент по собственному желанию может создать ядерное оружие и никто не помешать уже не в то же время если сша отменят свои экономические санкции иран получит средства для массовой эскалации прокси воин против израиля санитских государств технического залива ведь вот какая штука многие считают что главная опасность ядерной бомбы ирана что он ее тут же куда-нибудь шлюк у него будет ядерной бомбой он тут же наталья 5 спрос но не в этом главная проблема проблема именно угроза то есть тот момент когда иран становится ядерной державой то какая-нибудь хизбалла швыряет ракеты по израиле израиль 10 раз подумает отвечать ли ему на это потому что он может ответить тогда иран угрожает и показывает что он тогда ответит ядерным удар то есть любая любая мелкая пакость со стороны иранских прокси будь то хуты хизбалла хамас исламский джихад все что угодно за всем этим за самой мелкой даже пакостью будет стоять ядерная программа ирана это уже будет совсем другой расклад уровней сдерживания и уровне угрозы израилю придется проглатывать одно за другим не только израилю как и странам арабских и бассейнского залива разные провокации потому что но не делать жизнь этой провокации не доводить ядерной войны и на все это иран получает огромные спец будет много денег чтобы дать ислам шахаду и хамасу хизбалли и хутам и еще там разным всяким шиитским организациям в сирии и ираке и поэтому это первая причина по которой в общем те слова тем то пока пока как говорят не видеть те бла-бла-бла которые произнес здесь министр обороны американский он не производит впечатление на кого кроме самых наивных самых доверчивых обывателей а во-вторых жест администрации сша продемонстрированный союзником чтобы крепить доверие они были сведены на нет другими ее действиями выступая якобы за брони блокирование раны на пути к бомбе сша не сумели отреагировать на агрессии рано против своих собственных сил в сирии в персидском заливе как при обами иран атакует американцев американцы вытираются делаете да ничего это просто это не плевок это просто божья роса при этом следует по стопам администрации как быстро следует стопам администрации обамы на прошлой неделе высокопоставленный чиновник администрации заявил здание new york times что сша выступает против всех действий израиля против ядерных объектов ирана и сами мы не будем отвечать и израилю тоже не даю а израиль сейчас очень поклонность у нас такое правительство но стоит в позе чего изволить в отличие от нас не у которой говорю у нас есть свои интересы мы будем плюсти нравится вам это или не принимайте нас такими какие мы нынешние власти они совершенно иные они говорят мы вот как нам америка скажет так мы и заявление американского представителя она была очень ясно все это услышали и в израиле и арабских стран и в иране и в европе поэтому когда американцы говорят что мы полны решимости рамки допустим да это просто то что называется пустые слова так вот проблема в том что позиция америке по отношению к россии и к китаю она аналогична на последние несколько недель россии разместил около 100 тысяч военнослужащих возле восточной границы украины и киев паники до их можно понять они говорят что российское вторжение может произойти уже в январе но только на этой неделе администрация сша начала обсуждать возможность отправки на украину оборонительного оружия военных советников точно так же если сша только начинают обсуждение возможности введения экономических санской в отношении россии но они и если будут введены если вообще будут то только после того как и все вторгнется на украину то есть будет как с крымом то есть россия тяпает кусок территории у соседнего государства а европа и сша скажут мы теперь вам не будем там продавать какие-нибудь гаечки мир и россия скажет мы приводим на ваши гаечки то место еще более плачевная ситуация складывается в отношении китая на прошлой неделе байден провел долгожданный онлайн-саммит с президентом китая си зиньпинин и он приходил вперед активного обострения напряженности между двумя сверхдержавами со стороны китая провокации все эти которые еще усугублялись эскалацию гроз китая тайвань китай непрерывно последнее время ведет себя по отношению к тайваню так как россия ведется по отношению к украине даже более резко запускает свои военные самолеты над тайвань там летает заявляет всякое разное и как пояснил newsweek основной полковник морской пехоты сша грант ньюшем из центра политики безопасности в вашингтоне около колумбия я цитирую вот если сша не смогут защитить тайвань доверие к америке будет разрушена в азиатской тихоокеанском регионе а также во всем мире ну в общем это капитан америка что уже там на самом деле может быть разрушена после афганистана я не знаю но да если сша и тайвань не смогут защитить то конечно отношение к сша во всем мире будет абсолютно понятно и учитывая ставки для самих сша в этой ситуации можно было бы ожидать что байден в разговоре своим долгожданным с китайским лидером он предупредит что сша не будет бездействовать если пекин продолжит угрожать тайвань но видимо этого не произошло то есть мы с вами понимаем что я не знаю как поддерживается речевой аппарат байдена как его так запускают там есть какие-то вставлены в него не руки какие-то электроды которые заставляют ему открывать рот или кто за него озвучивает кто с ним беседовал с китайцами я нетрудно представить что этот чек глубоко больной уже давно на мой взгляд функционирующий как нормальный человек он мог что-то с китайцем обсуждать но допустим даже кто-то от его имени там что-то обсуждал из его администрации но не произошло вот этого четкого и внятного объяснения что трогать тайвань мы вам не позволим китайские сми сообщили что байден и си находятся на одной стороне баррикад понимаете они вместе в отношении тайвань то есть видимо байден сказал китайцы мускай мы тут тайвань решили скушать байдерского хорошо хорошо однако беспомощность байдена в отношении китайской провокации против тайвань и не единственная слабость американского президента он ведь не сумел китай заставить даже сотрудничать международным расследованием происхождения ковид 19 то есть нас как бы нам сейчас нельзя говорить что коронавирус это китайский вирус да как трамп говорит китайский все знают что он пришел из китая и международные структуры насколько они такси слабые бессмысленные коррумпированные но не хотят расследовать это и выяснить откуда точно из китая что там произошло китайцы нет к нам не лезть шли вам все и опять же байден мог сказать ребята это чревато ну-ка пропустите международных специалистов но байдена этого тоже не стал просто даже не упомянул это все и также он не упомянул быстрое наращивание ядерных мощностей китая его агрессивные действия в космосе ну хотя бы как бы выразил бы недоумение ребята у нас тут мир или как или вы хотите гонку вооружения устроимся гонку вооружения если вы хотите но байден видимо не проснулся в этот момент поэтому китаец посчитал что в общем-то все байден с ним по всем этим вопросам на одной стороне но это мы могли так предположить на самом деле байден проснулся и как рассказывает нам китайская пресса подробно говорил с китайцем о чем вы уже догадались наверно об изменении климата конечно о том как америка китай должны вместе бороться за изменения пили ну как говорится только в нашем церкви вместе со своими союзниками сша по прежнему остается самой могущественной державой на земле то факт и они все еще могут победить или как минимум нанести огромный ущерб всем своим врагам но идет ли речь об иране или китае россия афганистане или других странах стратегический авторитет америки очень серьезно подорваны не их союзники них враги не относятся больше серьезных обязательствам или угрозам сша хуже того отставая от своих противников в области космического оружия сша еще и демонстрирует слабость своих намерений которые провоцируют еще больше агрессии против них самих против своих интересов и против своих союзников и это конечно не предвещает нам ничего хорошего и женщин можно сделать здесь перерыв мы продолжим буквально несколько минут перерыв открытый диалог с александром непомнящим телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 но мы возвращаемся в программу открытый диалог с александром непомнящим давайте попробуем принять может звонки добрый день добрый день сергей добрый день александр вы сами себя поздравили с это вот с прекрасным праздником днем благодарения вас поздравляю с наступающим скоро праздником ханука и себя вы тоже поздравляем когда читаешь вот такую вот такую информацию с ваших сми хамас возмущен решение президента израиля зажечь ханукальную свечу в пещере православ это что нужно воспринимать серьезно израильска привела же обращать внимание на на этих бандитов и головорезов и как как вы как ваш президент и как ваш лица отреагировал на это на тот возмутительное то что поведение государства израиль ответьте мне пожалуйста вы не просто интересно как окружка к чем-то закончилось спасибо спасибо пока это никак не закончил потому что действительно наш президент я напомню наш президент это не ваш президент в том смысле что нас президент больше похож на королеву англии это такая церемониальная должность и вот наш президент бывший глава партии труда на самом деле до сих пор бесцветный блеклый человек приславившийся тем что он воспользовался правом на молчание когда пытались расследовать источники финансирования своего предвыборной кампании он вдруг последнее время как-то повел себя достаточно пассионистки что ли я бы сказал и сообщил что хочет зажечь первую ханукальную свечу в еврейском древнем городе фактически первой столицы еврейского государства древней севроне первой столицы царя давида чем вызвал бешеную возмущение своих так сказать друзей и соратников из левого лагеря которые заявили что это просто конец света что это конец демократии вообще конец всего этого нельзя допустить а свою очередь хамас тоже сделал заявление ну хамас вправе сделать заявление понимаете любой забулдыга может сделать свое заявление по поводу того что решил сделать тот или иной президент проблема в том что это заявление хамаса было растиражировано израильскими средствами вас информации подано как я не знаю как некая действительно вот заявление главы правительства вот заявление нашего президента вот заявление хамаса абсолютно верно заметили кто такие вообще хамас но сказали ну пусть сказали не могут что-то сделать если могут пусть попробует мы им настучим по голове если не могут так ну хорошо на пятой странице где то что хамас возмущен но у нас это было подано как большая новость и понятно почему правительство укомплектована по большей частью либо антисионистами и радикальными левыми либо просто как бы второй частью хамас вот эта партия рам арабская партия братьев мусульман это фактически так другая сторона хамаса и они конечно сейчас не радуют этому решению президента посмотрим что будет воскресенье мы узнаем доехал ли президент до хеврона чтобы зажечь там ханукальную свечу наплевав на заявление своих коллег соратников по лагерю и угроз хамаса или же он скажет ну вот хамас сказал вот мои друзья левые заявили я раздумал посмотрим поэтому пока что рано говорит о том как отреагировал наш президент и чем все это ну и теперь перейдем к следующей теме ни для кого не секрет все наверное это видели наблюдали что с избранием нового президента как только я говорю сейчас про нашего здесь председателя и давайте примем звонок потом к этой теме вернемся добрый день пожалуйста луфи добрый день сегодня я читаю на израильском канале американском телевизии о том что израильское правительство заявляет что переговоры америки с ираном не должны привести к никаким нарушению никаких связей между израилем и америкой где-то месяц тому назад я читаю тоже на этом канале сообщение о том что иран заявил что он заключит договор с америкой ядерный договор только в том случае если америка даст обязательства из этого договора не выходить никогда получается так что израиль как бы может действительно остаться один на один потому что америка запросто заключит договор причем явно нас на позициях ирана будет больше как это было при обаме и что тогда израиль должен делать что что ему останется делать ну вопрос совершенно закономерный мы еще не там но мы действительно как вы верно заметили туда движемся быстрыми темпами израиль не совсем один потому что в общем-то не меньше опасность ядерная программа ирана представляет и арабским странам персидского залива включая саудовскую арабию и по сути дела вот при трампе и натания уже фактически такой ближневосточный нато союз израиля объединенных арабских эмиратов и саудовской аравии как бы в тени и бахрейна там еще не с этих мелких государств арабских но безусловно конечно пока у израиля была американская поддержка эта ситуация одна если это американской поддержки не будет это будет совершенно иная ситуация и опять же учитывая наше правительство нынешние не натания у который понимал что есть интересы израиля не важнее всего и эти так стоящие в позе чего изволите отношения к администрации сша трудно представить себе как они себя поведут вы понимаете при том что они такие слабые они могут действительно решить показать что они вовсе не слабые и развязать какую-то войнушку такую же как бы неудачную и неуспешно как свое время правительство ольмерта вторая ливанская война она была развязана для того чтобы все увидели что ольмер и его окружение это не такие вот пустые блеклые никчемные политики и пактически они пожертвовали жизнями многих израильтян ради того чтобы доказать так вот применять силу надо уметь тоже я очень боюсь что нынешнее правительство она и нерешительное если даже решится применять силу сделает это крайне неуклюже поэтому пока что да пока что мы с нарастающим ужасом следим за тем как вызываются события но сказать чем все это закончится пока учится ну теперь давайте до деятельности вашего нового правительства до без на красивом русском языке так стать без эвтемизмов очень трудно это описывать на все-таки попробуй понимаете я считаю кроме я не скрываю того что большой поклонник и сторонник натаньял но я считаю что даже с точки зрения здравого смысла как бы даже если не касаться тех достоинства которые были у натаньял натаньял был идеальным главой правительства израиль я объясню почему потому что каждое его действие рассматривалось буквально под микроскопом и стоило ему сделать какую-то вот что-то не так что-то не по протоколу как на него обрушивался вся мощь и сми и прокуратуры и он зная это заранее как бы ничего не нарушал сегодняшняя ситуация ровно обратно сегодня и сми и прокуратура и все остальные покрывают любые просчеты глупости нашего правящий кальций закрывать глаза на любые их ошибки и поэтому происходит совершенно ужасные вещи как бы многие обыватели израильские даже не понимают и не успевают осознать вот например до образования нынешней коалиции политические назначения когда назначают политика на какую-то профессиональную должность просто потому чтобы как бы устроить политика не рассматривались как корень вселенского зла если не дай бог натаньял хотел устроить трудоустроить какого-то соратника по партии то начинался страшный геволт страшный скандал и весь профессиональный эшелон выступал против такого назначения и конечно же юридический советник правительства мандербит выступал против этого назначения теперь ситуация абсолютно обратно ближайшее воскресенье правительство собирается просто раздавить решение профессионального эшелона и утвердить назначение амира переца одного из бывших профсоюзных деятелей главы партии труда такой вот сачек который ничего не умеет кроме как руководить заниматься партийной руководящей работ они мы собираются назначить директором концерн авиационная промышленность этот самый концерн который должен разрабатывать программу х4 аром 4 понимаете очень серьезная компания это очень серьезная компания по голове нее должен стать вот этот самое ничтожество абсолютно пустое место партийный босс так вот в прошлом когда когда правительство пыталась назначать бывшего помнить высокопоставленного министра или ветерана дельца на должность вокруг которые со сроки среды очень миллиарды начинался настоящий скандал где говорили о смерти демократии разграждалась буря невероятная пример как было пять лет назад когда юридический советник тот же самый кстати выступил против назначения бывшего высокопоставленного министра на вот эту самую должность главы концерна авиакосмическая промышленность треть тогда шла о я или шамире биржа нет сын знаменитого и цхака шамира бывшего премьер-министра израиля я их шамир кстати был чеком довольно профессиональным него профессиональное технологическое образование он занимал руководящий посты то есть он был человеком как бы действительно внутри системы кроме того что он сын ицхака шамира и политические деятели так и так далее и тогда мандерблиза из-за всех сил боролся с назначением обосновывая это якобы отсутствием навыков которые могли бы компенсировать политическую принадлежность правому лагерю шамира и шамир в итоге на эту должность не попал теперь опасность политических назначений только обострилась теперь без всякой публичной критики мандерблид разрешил правительству назначить перец а даже несмотря на то что комиссия по назначениям высшего руководства выступила против этого шага понимаете как есть правительство есть комиссия по назначениям высшего руководства в стране и она может например одобрить даже политической назначить посадить но человек хороший вроде образования умереть почему бы ему не занимать эту должность и вот так было с шамиром то есть профессиональный комитет сказал комиссия по назначению высшего руководства может занимать но пресса и левые согревили нет ни за что и юридический советник солны но нельзя ник а теперь ситуация гораздо хуже сейчас комиссия по назначениям она говорит нет этот чек совсем не подходит нельзя его туда назначать правительство битом и назначим и модель бегают можно они вполне мог его назначить и это не только речь идет о перец есть еще целая целая плеяда вот эти вот политических левых назначенцев которые должны всунуть электрическую кампанию кампанию по работе с молодежью цепи ледни должна то попасть проблема в том что правительство перемен как они себя назвали исправление улучшения она даже не то что повторяет несправедливости которые когда-то все-таки были допущены в прошлом когда на то не удавалось продвести там или здесь каких-то политические назначения никогда еще раньше правительство не назначало кандидата который был бы отвергнут комиссии по назначению и вот лицемерие абсолютно безнаказанность безнравственность и попрание всех норм существующих этой коалиции она становится заметно даже дартоник собственно об этой проблеме написал израильский журналист который в общем-то является одним из фаворита как бы он идет в фарватере беннета он прислуживает беннета мид цели но тем не менее даже его это возможно удивляет и потрясаю не говоря уже о всех остальных но остальное от веса молчит и обыватели читающий на 8 поток даже и не задумываются об этих вещах сергей александр скажите а как проходит процедура назначения юридического советника кто-то его утверждает кто-то голосует за него или каким образом не расскажет это это отдельная большая и очень горестная проблема дело в том что как бы правительству нужно нужен свой адвокат допустим если какой-то министр придумал какой-нибудь замечательный закон он ему кажется замечательным то должен быть адвокат который придет ему стар знаешь вообще-то это не очень соответствует законам израиля но если ты очень хочешь для участия для хороший адвокат я это сумею вот так вот как бы обернуть чтобы у нас был закон который соответствует как бы законодательство израиль это работа юридического советника правительства или например приступ понимать какое-то решение кто-то против править стул идет в суд и кто будет защищать решение правительства не сами же политики которые не очень понимать адвокат править проблема в том что у нас юридический советник правительства он как бы совмещает должность адвоката правительства с должностью главного обвинителя государства то есть именно это чек решает если какой нибудь крупный политик министр tenían премьер-министр нарушил закон Отдавать его под суд или нет, тоже решает вот этот самый юридический совет. И получается очень странная ситуация. С одной стороны, понятно, что правительство не может влиять на главного обвинителя. То есть не может так быть, чтобы премьер-министр мог, например, снять того юридического советника, который решил отдать его под суд. Это будет неправильно. Система должна быть, система разделения власти. Но тогда этот главный обвинитель, который может отдать под суд премьер-министр, и которого премьер-министр не может снять, он не должен быть адвокатом правительства. Должны быть две разные функции. В Израиле же сегодня эти функции слиты вместе. И получается, что Мандельблит, которого правительство не может выбрать, ему как бы назначили этого адвоката в адвокаты. И Мандельблит время и время говорил правительству Нантаньяу, я не буду этот закон продвигать. Мне он кажется неправильным, мне он не нравится. Я буду ковырять в носу, и когда на вас подадут левые в суд, я защищать этот закон не буду. И Нантаньяу приходилось отказываться от предвижения закона. А с другой стороны, Нантаньяу не мог сказать, знаешь, что есть ли такой адвокат. Мне такой адвокат не нужен. Это обычная ситуация, если адвокат не хочет, я защищаю. Ты говоришь ему, хорошо, я возьму другого адвоката. А здесь такой возможности не было. Потому что, по сути дела, Нантаньяу принесли список из двух или трех человек, и он мог выбрать из него. Вы понимаете, какой список ему предоставляет эта комиссия? То есть Мандельблит там был не самым еще главным бандитом, не самым главным негодяем. Он выбрал меньшее зло. Это меньшее зло в итоге все равно погубило правительство Нантаньяу и загубило кучу разных правых проектов. И поэтому то, о чем говорят правые, и то, что можно было бы сделать, если бы не проклятые предатели Беннет, Либерман и Сар, которые взяли голоса права в лагере, перевели их предательством в левый лагерь, сейчас в Кнессете больше 70 правых депутатов, могли провести закон о разделении должности юридического советника на должность главного обвинителя, которого бы избирали бы независимо от правительства, и он бы назначался совершенно по другим каналам, и должность адвоката правительства, который бы защищал правительство в разных юридических коллизиях. Но этого не сделано. И хотя Сар в свое время, когда он еще прикидывался правом, говорил о том, что это очень важный закон, теперь этот закон вообще не на повестке дня. Теперь Сар продвигает у нас другой закон. Давайте сделаем так, что человек, у которого имя Бенгамина, фамилия Нантаньяу, чтобы он никогда не мог быть премьер-министром. А еще давайте ему запретим, например, ковырять в носу, а еще давайте выколем ему глаз. Вот примерно так развивается у нас ситуация, потому что сначала провели закон о том, что Нантаньяу не может быть премьер-министром. То есть человек, который 8 лет уже был премьер-министром, не может быть премьер-министром. А теперь Натаньяу ещё запрещают брать у знакомых и друзей деньги на свой собственный суд. То есть государство потратило четверть миллиарда шекелей на то, чтобы подкопаться под Натаньяу. И мы видим, что в итоге все их построения разваливаются на суде, потому что это всё пустые слова. Там нет ничего в этих делах, абсолютно нет ничего. Но Натаньяу в этих судах тратит огромные деньги. И он говорит, ну хорошо, я богатый человек, но я что же не бесконечно богатый? Вы можете 10 лет тянуть эти суды. Эти суды со стороны государства будут оплачиваться налогоплательщиками. А у меня деньги тоже как бы не резиновые, у меня кончаются. Я хочу, чтобы я имел возможность обратиться к людям. Им люди могли не дать денег. И Мандельблит, этот негодяй, говорит, нет, мы не можем перескешить Натаньяу получать деньги от окружения. Потому что на что может повредить? Он глава оппозиции, он же даже не премьер-министр. Вот так у нас выглядит эта ситуация. Это очень печально, это очень грустно. Но опять же самое грустное в этом, что огромное количество правых, которые отдали свои глаза за Беннета, Сара, Либермана, предавших всю ситуацию, перетешедших на сторону левых, и фактически сейчас укрепляющих гип-стейт против народа Израиля, они даже не понимают, какое они зло совершили, и продолжают совершать, поддерживая этих предателей и ренегатов своих избранных ими. То есть люди, которые голосовали за это правительство, за Беннета, они никак не отказываются от поддержки его, они по-прежнему считают, что они сделали правильный выбор, и, так сказать, никаких выводов из того, что происходит, не делают? Вы знаете, есть по-разному. То есть Сар получил на выборах шесть мандат. Сейчас от этих мандатов, судя по вопросам, не осталось ничего. Но Сар не проходит вообще электоральный барьер, и это ничтожество еще проводит, продвигает закон, лишающий Натанияу, который и сейчас по всем вопросам получает больше половины голосов на то, что он лучший премьер-министр. То есть кто кого вы хотите премьер-министром, 54% экзальтян говорят Натанияу. Все остальные даже вместе меньше, чем он. Но за Беннета по-прежнему голосует огромное количество людей. Причем это люди, как бы считающие себя нелевыми, это люди, живущие в поселениях, это люди, которые называют себя правыми. И при этом они говорят, да, Беннет прав, Беннет все делает правильно. Им говорят, ребята, какое правильно? Беннет дает разрешение арабам строить в зоне Си, то есть превращает наше поселение в анклавы, окруженный со всех сторон врагами. Беннет полностью лег под американскую политику и отказался от интересов Израиля. Беннет устроил тут с короной такой бардак, что у нас в меньшем мере полторы тысячи лишних смертей в стране. Беннет укрепляет дип-стейт, то есть закабаляет страну Израиля и фактически отдаляет возможность сохранить демократию в стране. То, что почти-почти замаячило, когда Натанияу стал против этого дип-стейта. Они говорят, нет, Беннет все делает правильно. Он молодец, Анатаньял плохой, и устратодоксы, которые из-за Анатаньял тоже плохие, поэтому мы забыли. Ну вот что-то сделать. Не знаю, Сергей, не знаю. У меня грустное ощущение, что, в общем, пока гром не грянет, в общем, не дойдет очень большого количества людей, что они натворили и продолжают поддерживать. Хорошо, Александр. Большое спасибо за программу и еще раз с наступающим светлым праздником Ханакина. Спасибо.